Ажиотаж с выплатами пенсии по новой плане начался в связи с тем, что были проостановлены пенсии некоторыми, многими там переселенцами из-за того, что там они получили. Войную пенсию они не проживают на контролированной территории, на украинской территории, а живут на непроконтрольной украинской территории. Но дело в том, что государство не может отделить плевла от зерен, и поэтому такое получается. В принципе, я же говорю, в 21 веке можно определить, тем более, коды у каждого есть, эти налоговые, цифровые. Они как и в республиках действуют, так одни и те же номера. В принципе, можно и так, и не трудно определить, кто одну пенсию или дверь получает. Но если кто-то человек получает, тот украинец, или получает одну пенсию, в принципе, пусть он живет на территории Украины, или на неподконтрольных оккупированных территориях временно, в смысле. Он пусть получает, каким способом, где он будет выезжать и как выезжать, он получает одну пенсию. Ну, а те люди, которые двойные пенсии получают, и российскую, в смысле, и ДНР, и ЛНР, как это называют, и украинскую, те нужно, в принципе, на время, нужно, чтобы одну какую-то определились эти люди, получали одну пенсию, ЛНР, ДНР или Украины, как-то определиться, потому что, ну, какой вот сейчас будет выбор, или в республиках, допустим, в этих республиках, или в Украине не будет выбора, если будут. Ну, какое эти граждане, какую республику, какую могут они выбрать, если они два соска сосут одновременно, а если бы третий появился, и третий соскали, грубо говоря, денежный. Поэтому, ну, не будет выбора, в принципе, потому что за деньги вот эти, за подачки, за люди, я не знаю, голову ломают, сейчас вот это же пошел ажиотаж по новой, с этими переоформлением этих пенсий, приостановили люди, ей докажут, что не одну пенсию получают, или там, что живут там на той территории, и по новой все, пишут какие-то заявления, ходят, пояса в без, все, все, потом опять возвращается, а война есть, война, и серая зона поднимает цены на это, в серой зоне, на проезд. Вот, допустим, в Лисичанском, раньше, в смысле, с Киева в Лисичанске стоят где-то 100 гривен, а уже с 55 километров в Лисичанске, допустим, проехать до Стаханова, уже стоит тоже больше 100 гривен этот проезд. Так, там 730 километров, я имею в виду, всю по Украине проехать, и здесь 55 километров, это, а, в принципе, частники берут еще дороже, я имею в виду машины, которые возят пенсионеров на переоформление этих пенсий, по 1000 гривен, два конца, я имею в виду, в Лисичанске, допустим, с Киева в Лисичанске, в принципе, а сюда, что нужно как-то упорядочить, устогранить это дело, чтобы люди могли нормально передвигаться, я имею в виду, здесь контрольно-пропускные пункты в золотом, который обещал, только уже сколько это, и не только, только, в Минске какие-то доаварености, там все решалось, так уже не открыто, а так, подпольно походим этим тропам, по дольше железнодорожных полотен, ходят люди туда-сюда, в принципе, с сумками, и у каждой родственники есть, семьи, там или там, старики, да не только, отбежение должно быть, но оно должно быть упорядочено, а не так, на водку противного рикса, в нашем артенале, сейчас деньги, вбирают последние, как говорится, у людей, перевозчики, наживаются на этом, а был бы открыт контрольный пропуск в золотом, не такое было, в принципе, и было бы к людям пробираться, точнее, проезжать нормальный метод, сюда-сюда, гражданам, что и должно быть, а так, на водку уже отдано, поэтому вот такое, ну, а цены продумаются меньше, перепуганные пенсионеры, переселенцы, так называемые, они месяц, туда едут, по-новому переоформляют, опять возвращаются, опять едут, опять переоформляют, опять возвращаются, и все, полгода, сейчас уже и это, потом какие-то еще там это, и там только одни разговоры, и это все медитание, может, кому-то оно и выгодно, конечно, может, это специально делается так, чтобы пенсионер мотался туда-сюда, ему и не запрещают до конца, в принципе, могли бы сказать, определись, какую пенсионер, ЛНР, ДНР, ДНР, Украинскую, морковку держат и те, и другие, и тут дают, и там дают, но нужно только ездить, через полгода оформлять, переоформлять, а там какие-то паспорта, там для пенсионеров, видим еще карточку, и вот это все, все, это все, а эти пенсионеры тратят бешеные деньги туда-сюда, ну, себе что-то вроде осталось, а если, в принципе, это сбойну пока получается, а если одинар, ну, так еще убытки будут среди себе переездами постоянными, а я говорю, кому-то это выгодно держать морковку возле этого лица, чтобы человек мотался туда-сюда, все время покоя не было, и, в принципе, давал, наживаются на это, целая бизнес-структура, и поэтому вот это, нету определенности, ну, человеческая жадность гонит людей, независимо от их взглядов, точнее, не то, что взглядов, гонит их туда, они и тут, которые за Украину, или не тут, которые, которые украинские позиции поддерживают, стараются получить две пенсии, ну, а, как-то называемая, вот это, да, и тем более, и вот такая петрушка, не знаю, как с этого будет это, но, в принципе, да, все это, угнетенные эти территории, депрессия, я имею в виду, ВНР, 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 вся какая-то суета вокруг вот этих пенсий, выплат, денег выжат, наверное, все, крутится, в принципе, развития никакого, заводы стоят, все стоит, воровство процветает, начало процветать, раньше было тихо, поначалу, а теперь все, бомбят гаражи, бомбят дачи, бомбят все, 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 и к кому обращаться? В полицию? В какую полицию? Куда обращаться? Люди не знают, точнее, не точно не знают, не обращаются, если обращаются тут. Заводы не работают еще, работы нет, пенсионеры, это уменьшится между двумя республиками, и, а молодежь, наверное, которая хотит жить в это время, как говорится, уже два года войны, кто так выживает, а кто ворует, воровство увеличилось, и, ну, как то он нарастает, только слышно, кто там, кто там, кто там, кто там, кто там, кто там воровали, разворовали все, потому что ничего не строится, ничего не работает, рынки, продукты, какие-то, а предприятия стоят, поэтому, а там, где стоит предприятие, тогда не строится ничего, тогда, ну, понятно, что он умирает. И как оно будет дальше? Покажем тренинг. Продолжение следует... Продолжение следует...